Рекламно-информационная программа. Тут поздравления, там поздравления. И мы сегодня будем поздравлять Театр Односпасской с очередной премьерой. Именно сегодня, 22 декабря в 15.00, там будет премьерный показ спектакля «Тайна волшебной страны». Музыкальная сказка для взрослых и детей, для семейного просмотра. Мы уже презентовали ее в одном из предыдущих культпоходов. Еще раз сегодня будем это делать, 6 плюс возрастное ограничение. И у нас сегодня в гостях, собственно, соавтор данной пьесы, переводчик Ольга Вершавер. Ольга Александровна, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. И Юлия Янушай, заведующая литературной части Театра Односпасской, сегодня тоже с нами. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, как волнение? Опишите свои эмоции сейчас за несколько часов, за три часа до премьера. Мы, пожалуй, за три часа до премьера впервые беседуем с представителями театров. Обычно где-то за сутки, за неделю. За несколько дней. Вот опишите свое эмоциональное состояние. Ольга Александровна. Ну, у меня радость. Я приехала на праздник. Вы вчера из Москвы приехали. Да, на репетициях, на прогонах я не была. Я очень предвкушаю именно премьеру. Мне это очень интересно. Далеко не первая в моей жизни премьера. Но, знаете, премьера на то и есть. Первый показ. И каждый раз это как большой праздник. Вы будете в зале сегодня находиться, естественно. Да, конечно. Будете наблюдать за всем. Юля, напомните, данная вообще пьеса, она уже имела место быть для постановки? Нет ли впервые вообще в стране? Да, по-моему, это первая постановка. Да, 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 первая, конечно. То есть это премьерная премьера. То, что я сказала, что это не первая в моей жизни премьера, это не имеет отношения к этой пьесе. Просто я переводила. Я так задумывалась сразу. Томас Топпорда, Айрис Мердок. Переводила вот юбилей ювелиры, например, который Олег Павлович Табаков взял на свой юбилей. И два с половиной года уже играет. В общем, много у меня пьес и переводов, и инсценировок. Но всегда это очень большой праздник. А вот тайна волшебной страны, когда конкретно работа проходила, чтобы понимать, когда вы переводили непосредственно? О, это большая история. Когда-то, когда я только начала переводить, я начала переводить именно Селенор Фарджин. Британская писательница как раз. Да, я Бивинь Мамонт, поэтому я могу честно сказать, это было в начале 80-х годов. Перевела я тогда довольно много сказок. И они выходили в такое раннее постсоветское время, в 91-м, в 93-м году. В 93-м году в Екатеринбурге вышел такой томик рыжий, Эленор Фарджин, каким-то, знаете, в общем советским тиражом, 100 тысяч. Сейчас таких не издают, просто такие тиражи, это раритет. Сейчас 3-5 тысяч сейчас, это уже счастье. Да, да. А поэтому в регионе, вот и у вас, и в Западной Сибири, и весь Урал, в общем, они еще есть на полках, эти книжки. Но, с другой стороны, подросло поколение, которое на них выросло, на этих сказках. Это чудесные совершенно сказки. И люди, конечно, вспоминают. И где-то в 2000-е годы ко мне уже, благо интернет, стали стучаться люди, которые сказали, ой, мы на этом росли, а мы теперь хотим нашим детям, а давайте еще издавать. И я, в общем, как-то это дело продвинула. И вот два года назад в издательстве Махаун вышел трехтомник Фарджин. И там многое из того, что было, вот в сборнике, в том, с 3-го года, но очень много нового я просто непосредственно для этого издания доперевела. «Сказка Листвия» это переводилось примерно в 90-м году. А вообще богатая наследие Элино расставила? Очень. Очень богатая. Очень, да. Она чудный совершенно сказочник. Прямой, на мой взгляд, наследник Андерсона. И недаром ей первой дали премию Андерсона, когда она только была учреждена в 56-м году. Она с юмором, с философией, с таким вот Андерсоновским прищуром, я бы сказала, человек. И, конечно, то, что она получила премию, ну, может быть, и за выслугу лета. Она уже старенькая к 56-му году была. Она 1885-го года рождения. Ну, надо понимать, что с нами уже нет автора. Нет, автора уже давно нет. Она умерла в 65-м году. Но ей дали, конечно, не только за выслугу лет, а потому что она была первым сказочником Европы в тот момент и прямым, безусловно, наследником традиции Андерсона. Чудесные сказки. А вот Ольга Александровна, переводить сказки, это прекрасно, конечно. А вот адаптировать уже сказки к театру, и тем более к музыкальному театру, это ведь, наверное, совсем другая работа. Совсем другая. Совсем другая история. Другая история. Наверное, она как-то более сложная, что ли, я не знаю. Ну, она иная. Я не думаю, что она более... Здесь просто очень трудно сравнивать, как мне кажется. Но я по закваске своей человек театральный. Мне театр очень близок именно в смысле текста. То есть я всегда понимала, что я не хочу на сцену, допустим. И режиссером я тоже быть не могу. Но я вижу текст и вижу, как он должен звучать и как он должен выглядеть. То есть в голове у вас театр. В голове у вас сцена. Вы формируете именно для театра, собственно, предложение. У любого переводчика, на мой взгляд, есть шанс прожить актерские роли больше, чем многим актерам доводится за свою сценическую жизнь. Потому что если я перевожу книгу, где, допустим, 15 или 20 персонажей, я же должна прожить за каждого. Я за полгода, допустим, что я перевожу книгу, я проживаю 20 ролей. Это не всякому актеру, в общем, доводится. Нет, я очень люблю делать инсценировки. Это мы делали с моей подругой Таней Тульчинской. Делали не очень давно. Но сначала мы сделали просто инсценировку сказки Листвия. А потом, когда поняли, что у театра, вот непосредственно у театра Наспаска есть потребность в зимней сказке новогодней, мы её немножечко перекроили, адаптировали к Новому году. В нашем варианте она называется «Ёлка из листвия». И это уже театр, да, предложил название «Тайна волшебной страны». Но это тоже, нам кажется, имеет отношение к сюжету, к героям, к тому, что происходит на сцене. И, конечно, режиссёр Наталья Красильникова, для неё это режиссёрский дебют в театре. Ну, там ещё юбилей был, мы вспоминали там Елена Васильевна. Да, да, это был творческий вечер, но это всё-таки был не полноценный спектакль. А здесь уже вот такая репертуарная первая постановка, и для неё это очень важная личная история. И, конечно, было сложно и непросто, и ответственно выбирать материал. И когда мы его прочитали, мы влюбились в этот текст. А где прочитали-то, где нашли-то? Да я призвала. Напрямую. Напрямую представили. Конечно, да. Потому что театр всегда находится в поиске, в поиске прекрасных пьес. И вот такие личные знакомства, когда мы познакомились год назад на семинаре, который проводил фестиваль «Золотая маска» для зафлитов. И когда такие мостики между переводчиками, авторами, театрами находятся, то что-то становится проще. Потому что, например, мы читаем какую-то замечательную сказку, пьесу, и мы понимаем, что по тем или иным причинам она не очень подходит. Она сама по себе хорошая, интересная. Но ведь очень важно, чтобы разошлось на труппу, чтобы это совпало с... Множество факторов всегда должно сойтись. И вот здесь как раз с этой пьесой всё сошлось, сложилось. И она соответствовала и представлениям режиссёра о сказке, и запросам театра самого. И мы, конечно, очень были рады, что всё это сложилось в итоге. А это не так просто, на самом деле. Не всегда по щелчку пальцев раз, и пьеса нашлась. И для нас большое счастье тоже. И Наташа, я думаю, сегодня будет очень волноваться. Красильникова. Но она, я думаю, больше всех, наверное, сегодня волноваться будет. Не знаю, спала ли она сегодня, не спала. Потому что у нас-то в студии две очень красивые и спокойные женщины сидят, да. По-моему, уже уверенные в том, что всё будет хорошо. Ну, мы просто верим. По крайней мере, внешне. Ну да, а внутренне, как уж точно. Вот, так что эта история вот такая, когда театр и авторы нашли друг друга. — Ольга Александровна, ваше сотрудничество с театрами, оно в целом так вот успешно, хорошо складывается? — Очень. Мне нравится, как складывается. Ну, во всяком случае... — А можем перечислить уже, сколько было таких постановок именно по вашим переводам? — Ну, перечислить очень трудно, потому что действительно достаточно много. Да, то есть, ну, стопорт идёт, допустим, Аркадия идёт в театре «Намалой Бронной», ещё в «Аркадия театр», с которым я сотрудничаю ещё непосредственно в Москве. В театре «Манекен» в Челябинске тоже Аркадия шла. Пьеса тоже стопор до отражения. Вообще 12 сезонов шла в театре «Ленсовета». То есть, это наши давние достаточно переводы, отражения тоже Станей Тульчинской переводила вместе. «Юбилей ювелиры в Амхатте». Дальше происходит очень интересная история. Я же много перевожу детскую литературу, не только Фарджин, а много других хороших авторов. Допустим, Киди Камилл. Не знаю, говорит ли вам это имя что-нибудь, да? — Ну, к сожалению, ничего не изъязала. — Вот ещё нет, но хочу вам сказать, если я произнесу словосочетание «Удивительное путешествие кролика Эдварда», вот тут, может быть, что-то забрежет, правильно? Но это вообще по книге Киди Камилла. То есть, изначально я её открыла, я её перевела одну книгу просто в стол, потом я её принесла издателям, потом издатели дозревали, то есть, они сразу её оценили, но дебютную книгу – это риск очень большой, вот одну печатать. А когда уже стало понятно, что из неё вырастает, то есть не только мне понятно, мне было сразу понятно, что из неё вырастает очень большой, прямо крутейший современный автор детской литературы. До издателей тоже дошло, стали издавать всё Киди Камилла, а потом, на моё счастье, её распробовали режиссёры, потому что есть какие-то книги, где не очевидно, как сделать сценировку. А, например, Киди Камилла я на неё пока не замахиваюсь. Вот она у меня под руками есть, вся проза, там уже много книг, больше 10 книг. Но мне кажется, что режиссёр должен прочитать эту прозу, должен увидеть, как это ему мстится. И смотрите, кто уже увидел. Сначала Челябинский кукольный театр увидел и получил за это золотую маску, ни много ни мало, ещё в 2012 году. Потом одновременно кролика увидели в МХТ имени Чехова на лаборатории режиссёра Глеб Черепанов и чудный спектакль на малой сцене МХТ. И одновременно рамт. И в рамте такой огромный, волшебный, прекрасный спектакль в постановке Рузана Мавсисян. Ну, как рамт и МХАТ стоят в Москве, это даже не один квадратный километр, а это 300 или 200 метров друг от друга. И вот такие два огромных авианосца посреди Москвы, и один и тот же материал. Но насколько разные спектакли. В Петербурге в Театре Субботы идёт, в Ташкенте идёт кролик. Да, Ильхом, театр Ильхом. Он на русском там? Да. Или они ещё и на свой? Нет, у них на русском это, конечно, идёт. Вот, в общем, она очень известный автор. Кроме кролика уже и другие книги начинают брать потихоньку режиссёры. В Москве у нас идёт прелестный спектакль, называется «Спасти супербелку» в постановке Кати Корабельник, по книге Кеди Камила «Флора и Одиссей». Спектакль поедет на фестиваль «Орликин» весной, и участвует в детском уикенде «Золотой маски». Ну, в общем, довольно много. В общем, работа кипит. И взрослые, взрослые, драматургии тоже очень много. То есть у нас в портфеле 23 позиции. Взрослые пьесы, которые идут, в общем, идут. Ну что, удачи вам. Спасибо. Творческих успехов. Да, мы продолжим нашу беседу. Напоминаем, что сегодня в культпоходе мы говорим о премьере, премьере театра Наспарской. Именно сегодня «Тайна волшебной страны» будет показана впервые в 15.00. И мы обязательно разыграем билеты на этот спектакль, но на 6 января, да? 6 января, 14.00. Мы продолжим наше общение с нашими гостями через полминуты. Культ поход. Ольга Вершавер сегодня с нами, переводчик и соавтор пьесы «Тайны волшебной страны», которой мы посвятили сегодняшний культ поход. Также Юлия Инушайтова в нашей студии за флит-театр Наспарской. Мы сейчас дадим возможность нашим гостям передохнуть. Мы должны озвучить те призы, которые сегодня будем разыгрывать. Так, поехали, Николай. Ну, начнем с драматического театра. Сегодня у нас приглашение на два спектакля. То есть «Темная Ли» и «Бунина». Это воскресенье 24 декабря в 17.00, ограничение 16+. Либо театральный новогодний вечер, ну, Новый год, Новый год. Голубой огонек такой, театр «Огонек». 29 декабря в 18.00, ограничение 12+. Это о драматическом нашем театре. Про театр Наспарской мы уже сказали, что наши гости принесли приглашение на премьеру спектакля «Тайны волшебной страны» 6 января в 2 часа дня. Есть у нас еще пригласительные в кинотеатр «Либо смена, либо дружба». То есть билеты в кино просто-напросто. Да, на любой сеанс, который вы выберете сами. Да, есть еще пригласительные на выставку «Пирелли» на три персоны. Выставочный зал художественного музея на Карла Липнихта. Вообще интересно, это тренировка. Ну, да. Пригласительные на двоих на выставку «Анатолия Белика», выставочный зал художественного музея на Карла Липнихта. Пригласительные в главное издание художественного музея на выставку «Большая картина». Тоже на двоих. Ну, на двоих, да, уже надо уточнить. Пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку «Татьяны Дедовой», «Хлыновь, Вятка, Киров». Открытие сегодня в 6 часов вечера. Сегодня в 6 открывается. Надо просто сказать, что не очень давно на этой площадке выставка была уже, «Татьяна Дедова». Это выставка, сразу говорю, обновленная и дополненная. Это более 120 работ с описанием. Причем описание готовили авторы Светлана Шешина, Валерий Федеев, нам всем известный, как руководитель музея «Хлынова». Вот, поэтому очень интересно приходить сегодня на открытие. Ну, либо выставка будет работать, и, соответственно, пригласительные на эту выставку у нас тоже будут сегодня разыгрываться. И это результат работы нескольких десятилетий, да, Татьяна Дедова? Да, это за всю ее, можно сказать, творческую жизнь. Ну, и книжки, 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 книжки от магазина «Читай город». Первую можно назвать, мне очень название понравилось, Фредерик Бакман, я правильно назвал автора, да, Бакман. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». Удивительно добрая и светлая история о семилетней Эльзе, 77-летней бабушке и о человеческих взаимоотношениях, о том, что рано или поздно ты должен найти сокровище и сразиться с драконами. 16 плюс, однако. Евгений Баринов. «Дорогой мистер Холмс» называется это издание. Прекрасный образец увлекательного учебника по судебной медицине с расследованием преступлений, описанных великим Конан Дойлем. «Майя кучерская» это была совсем другой, «11 городских историй». Это удивительная история с настоящими героями, с их судьбами, болью, радостью. Им хочется сострадать, им хочется понимать, им хочется любить. 16 плюс. Ну и в прошлом кульпоходе мы не разыграли эту книжку. Виктор Петрович Савиных «На землях», записки с мертвой станции, «Салют-7», книга-документ, книга-дневник нашего земляка, дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта. О оживлении, собственно, этой космической станции. Ну и спасибо большое магазинам «Читай город», цена Преображенской улицы 65 и Ленина 103 за предоставленные книжки. Итак, уважаемые гости, задавайте вопрос, Ольга Александровна, нашим слушателям. 211-101, напоминаю. Ну, вопрос такой. И это сегодня немножечко звучало... Пробежали сюжеты. Вопрос на внимание. Внимание. Какая премия считается Нобелевкой детской литературы? Да, сегодня это упоминалось. Мы запомнили. Мы запомнили. И даже знаем имя первого лауреата. Или такой Оскар такой детской литературы. Ну ладно, не подсказывай. А мы ничего не подсказываем ни про то, ни про другое. 211-101. Просто те, кто внимательно слушали тебя, ответят, я думаю, легко. Ленор Фарджоун, напоминаем, автор этого произведения. И вот она, собственно... И первый лауреат этой премии. Лауреат. Название мы пока еще не расскажем. Она британка, она Фарджин, конечно. Фарджин, да. А, кстати, я пока думают слушатели, я вам про Бакман хочу сказать. Название немножечко может увести в сторону, да, вот, которую у вас разыгрывается книжка. Ну, красивое название, да. Не детская книжка. Мы сначала тоже... Я сейчас в жюри премии мастер, переводческой премии. И мы сначала тоже ее поставили в детскую номинацию. А потом нам сказали издатели и переводчик. Вы что, это совершенно взрослая книжка? 16+. Да, и мы ее перенесли в прозу. У нас там три номинации. У нас уже есть желающие ответить на ваш сложный вопрос. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Это Наталья, видимо, дозвонилась. Узнали вас. Да, пожалуйста. Попробовать это, по-моему, премия Андерсона. Совершенно верно. Премия Ганса Христиана Андерсона, да. Хорошо. Внимательно слушали нас, да. Какой приз хотите получить? А вот новогодний вечер в драмтеатре. В драмтеатре, 29 декабря в 6 часов. Пригласительный ваш, конечно. Я думаю, что... Поздравляем. Вы, кстати, можете поздравить всех с наступающим слушателей, нас, гостей. Поздравляйте. Да, всех с наступающим. И вас тоже. Отслеживаю себя огромное. Да, не кладите трубочку, вам объяснят, как получить пригласительный билет. Юля, следующий вопрос. Да, а у меня вопрос такой, с подвохом. У нас специально для нашего спектакля, который вот через там два с половиной часа состоится, премьера, была написана музыка композитором, чья фамилия, как бы, он однофамилец одного очень известного, как бы, человека. И я вот хочу спросить у наших слушателей фамилию, собственно, нашего композитора. Это Юрий Чаплин, Юрий Никулин или Юрий Гагарин? Юрий Гагарин, Юрий Никулин или Юрий Чаплин. Вот вспоминается наш эфир. Он заслуженный деятель Республики Татарстан. Заслуженный деятель Республики Татарстан. Это не подсказка. Это нет, нет, это просто... Там может быть и Чаплин, и Гагарин, и Юрий Никулин. Это просто разница композитора. Понятно, что не Юрий Гагарин. Нет, позвонили мгновенно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Алла. Алла. Алла, вы участвовали когда-то? Мы что-то не припомнили. Нет, я ни разу не участвую, только вас слушаю. А, ну вот-вот. У вас премьера. Да, у вас премьера. Молодец. Итак, как вы думаете, фамилия композитора? Чаплин, думаю. Да. А почему вы так думаете? Почему я так думаю? Да. Или вы знали? Интуиция. Интуиция. Ну что ж, интуиция вас не подвела. Я просто очень молодая. У вас такие вопросы бывают. Ну, не для моего характера ума. Нет, ну, может быть, вы слышали наш прошлый культпоход, да, где директор театра Владимир Иванович Грибанов. Но, тем не менее, Владимир, угадывать не возбраняется. Человек угадал, человеку повезло, и человек правильно ответил. Правильно, Алла Чаплин, да, Юрий Чаплин, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, написал музыку именно для этого спектакля. Что хотите получить в качестве приза? Билеты в кино. В кино? Либо смена, либо дружба. Хорошо. Сеанс выберите сами, а как получить ваши билеты, вам объяснит наш редактор. Не кладите трубочку, пожалуйста. Спасибо вам. Николай, пожалуйста. Ну, так как, Володь, мы с тобой в последнее время стали такими деятелями кино, у нас такой есть клуб, да, арт-зал мы делаем, поэтому я сейчас решил... Которому мы посвятим в следующую пятницу культпоходу. Ну, я подумал так, что у меня всегда вопросы музыкальные, связанные с рок-н-роллом, но в данном случае решил, что из кино мы его тоже обязательно свяжем. Поэтому попрошу вот фрагментик песенки включить, а потом я задам вопрос. Вот вы, наверное, узнали, голос исполнителя, это Стинг. А вопрос будет такой. Вопрос будет на знание кино, то есть в каком кинофильме эта песня впервые прозвучала. А я вам подскажу. Дело в том, что она была сочтена в 68-м году Мишелем Леграном. И этому фильму, в котором она прозвучала, эта песенка принесла Оскар за лучшую музыкальную композицию. А в 94-м году сделай ремейк этого фильма. Эта музыка там тоже звучала, и некоторые артисты из того старого состава тоже в нем поучаствовали. Чтобы так было полегче, скажу, что главной роли в этом ремейке сыграли Пирс Броснон и Рина Руссо. Хорошая парочка. Хорошая парочка, очень довольно-таки известная. Эта мелодия нам всем известна, она у нас звучала и в исполнении оркестров, у нас есть русские перепевки. Даже одна из перепевок называется, помню, «Тайны склеенных страниц». Хотя на самом деле название «Win me love your mind», то есть там «Мельница твоих мыслей», можно перейти как-то так. Ну что, вот такой вопрос. Как назывался этот фильм? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана, и я думаю, что это «Шербургские зонтики». Светлана, вам не повезло, вы неправильно угадали. А, извините. Не угадали. А может, вы подумаете еще? Мы вторую попытку еще обучаем. Может, Мишель Легран вас сбил немножко? Фильм-то американский был. И в 68-м году он был американский. И в 94-м тоже. Есть еще варианты? Нет, гадать не буду больше. Хорошо. Тогда будем еще немножко подсказывать. Будем задавать следующие вопросы, вы звоните. Фильм такой немножко криминальный, с одной стороны, истории. Связан с живописью, с похищением картин, в том числе с большой такой тоже любовью странной. Есть такой интересный факт, что женщина в этом фильме, игравшая следователя, Рене Руссо, она в фильме искала картину, чтобы получить 5 миллионов долларов. На самом деле, это ее гонорар за этот фильм совпал. Ну что ж, она нашла эти 5 миллионов долларов. Ну что, еще один желающий попробовать. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Да-да. Как вас зовут? Андрей. Андрей. Ну, вы же должны были сказать, как вас зовут. Ну, Андрей, как называется фильм? Афера Томаса Крауна. Совершенно верно, да. Это Афера Томаса Крауна. Очень интересная история, киноистория, да. Да, очень забавная киноистория, тем более повторенная. И первый вариант мне очень нравится. Помните? Он уже был снят на поле экране. Это же был авангардный фильм. Помните, эта сцена, когда в колпаках-то, да, расходятся? А, это уже немножко так. В колпаках, да. Да, Андрей, ну что хотите получить? Книгу про Холмс. Какую еще раз? Ну, про Холмс судебно-медицины. А, да вот у вас мистер Холмс. Вот вас в какую сторону потянуло. Ну что ж. Евгений Баринов, дорогой мистер Холмс. Интеллектуальный бестселлер. Ну что ж, он ваш. Он ваш, спасибо за правильный ответ. Образец увлекательного учебника по судебной медицине. Интересно. Ладно, наверное, я еще успеваю, да, задать до рекламы. Ну, в честь приближающегося Нового года. Песни будем петь. Девять дней. Не, песни будем в следующую пятницу петь. Хорошо. Песни петь, стихи читать. Я накануне, ну, всем мы знаем, что в разных странах существуют свои традиции празднования Нового года. Они достаточно там замысловатые. Так вот, угадай страну, что называется. Как вы думаете, в какой стране существует следующая новогодняя традиция? Одна из традиций, вернее. В новогоднюю ночь нужно обязательно там чокнуться бокалом с бочкой вина. И пожелать этой самой бочкой вина, чтобы оно там не пропало, и урожай, чтобы винограда в следующем году был хорошим. Ну, так, прикидывайте, да, в какой это стране может быть. Канада, Южноафриканская республика и Франция. Вот три варианта ответа. В какой стране ее жители чокаются бокалом с бочкой вина, если такова и имеется в хозяйстве, если виноделием занимается. Ну, вообще-то, две из этих трех стран довольно-таки винодельческие. Да, домохозяйство, да. Я специально, я специально. Ну, напоминаю, при том... Причем вина от одной из этих стран я чрезвычайно уважаю. Но это не Франция. Я приняла. 211-101. Вопрос понятен, да? Где новогодняя традиция существует такая? Принимаем звонок, да? Да, конечно. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Еще раз? Михаил. Михаил. Давай, Михаил. Давайте, Михаил, ну, где вы думаете, чокаются с бочкой? Я думаю, Франция. Да, конечно, Франция. Франция, винодельческая страна. Тут мудрить можно было и не мудрить, да. Ну, что хотите получить за свой правильный ответ? Если есть билеты в кино. Уже взяли, к сожалению. Но есть билеты в театр. Есть билеты в театр. Темная аллея Бунина в драмтеатре 24 декабря. Тайна волшебной страны 6 января. Давайте на 24. 24. В драмтеатр пойдете. Отлично. Все прекрасно. С наступающим вас поздравляем. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Мы скоро продолжим нашу беседу. Сейчас у нас реклама традиционная. И к премьере тайны волшебной страны мы вернемся через полторы минуты. Культ поход. Предновогоднее волшебство. Чудо сегодня в театре на Спаске. Премьера спектакля тайны волшебной страны. Премьера бы не состоялась, если бы не было материала, по которому это все поставлено. Вот автор материала, переводчик. С автором, скажем так. Да, с английского. Ольга Варшавер сегодня с нами. И Юлия, ну, шайте зафлить театр на Спаске. Тоже продолжаем нашу беседу. Сейчас в перерыве Ольга Александровна упомянула о том, что это не первая работа на театральной сцене именно в Кирове. Да, напомните. Да, да, да. В прошлом сезоне в драмтеатре в Кировском шла наша тоже Станя Тульчинской пьеса. Ну, не наша пьеса, перевод, естественно. Такой автор. Замечательно есть американский Фред Строппель, которого мы уже две пьесы перевели. И вот здесь, в варианте Кировского театра, спектакль назывался «Жизнь прекрасна». Это такие, как мы их называем, стариковские скетчи для возрастных актёров. История этого материала очень интересная. После того, как мы сделали юбилей ювелира, нам хат имени Чехова сказал, у вас так хорошо получилось, а теперь сделайте так, чтобы мы всех наших стариков могли вывести на сцену. Такое коллективное бенефис. Да, да, да. Я говорю, ну, вообще-то у вас есть такая пьеса, это, в общем, называется «Сол для часов с боем», историческая такая хатовская история. Они говорят, нет, мы сейчас не можем, у нас нет Андровской, и так далее, и так далее. Говорю, ну, хорошо, мы поищем. И у меня возникла идея сделать по принципу составному такому, чтобы, если вдруг кто-то занемог из пожилых актёров, а это случается, чтобы не выпал спектакль, чтобы он был в репертуаре в любой ситуации. И мы нашли такие на 10-15 минут скетчи. Они юмористические, они довольно забавные. И МХАТ долго очень дозревал, и в итоге сначала не дозрел. И тогда я бросила клич, и одновременно в двух театрах нашей огромной страны вышли премьеры здесь, в Кирове, под названием «Жизнь прекрасна», и в Севастополе под названием «Везунчики». Представьте себе, оригинальное название «Из жизни ископаемых». Это мы так назвали, это наше оригинальное название. Ну, это как бы цитата из одного из печи. Хорошее название, кстати, для программы на радио. Хорошее, но, я думаю, я понимаю, почему жизнь его не использует. Ну, и тем не менее, в МХАТе сейчас они, наконец, дозрели. И весной, видимо, премьера всё-таки в МХАТе будет. И вроде бы они ещё не говорили, что они будут менять название. То есть «Из жизни ископаемых», да? Да, 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 будет так. Но я была очень, конечно, довольна, потому что представить себе фасад кировской драмы, представить себе фасад театра Луначарского в Севастополе, вот эти фронтоны с колоннами, такое было прям приятное ощущение. Ольга Александровна, вы представительница такой очень интересной профессии. Вас можно ведь называть штучным экземпляром? В стране ведь, наверное, по пальцам можно пересчитать людей, которые переводят. Ну, переводчиков. Вот именно для театра. А, для театра вообще очень много. Вообще очень много. Ну, помните, когда-то был у нас Виталий Вульф? Вот мы для себя примерно поставили такую задачу, да, ну, на нынешнем каком-то поле стать этаким Виталием Вульфом, но только лучше, потому что, на самом деле, к сожалению, он потрясающий такой человек был, культуртрейгер и так далее, но как переводчик он очень много передёргивал. Вообще у него... То есть от оригинала очень отличается, да? У него была и цензура, и самоцензура, и, в принципе, он делал, как ему хотелось. Мы тоже вообще многие вольности себе позволяем в переводе, потому что мы даже стали писать в последнее время перевод и адаптация таких-то, потому что без этого нельзя. Друзья, мы знаем специфику нашего театра, нашей сцены, нам важно, чтобы режиссёры подхватили это, и чтобы это не был им чуждый материал, поэтому надо адаптировать. Но то, что Вульф себе позволял, это переделки сюжета таким коренным образом, причём в очень известных нам пьесах, типа «Трамвай желания», вот поэтому там огрехи были. Ну, в общем, да, наверное, штучно. Наверное, всё это то, что мы делаем, пожалуй, очень штучно. Так что это ещё придаёт большую уникальность сегодняшнему событию в Театре Наспадской, премьера «Тайна волшебной страны». Давайте продолжим дальше задавать вопросы нашим слушателям. Ольга Александровна, ещё один вопрос. А, ещё один вопрос. Значит, вы любитель рок-н-ролла? Безумно. Давайте спросим слушателей, какой драматург сегодня упомянутый написал пьесу «Рок-н-ролл»? Один из упомянутых сегодня драматургов написал пьесу с названием «Рок-н-ролл». «Рок-н-ролл». Ну что ж. 211-101, ждём ваших звонков. Неожиданно. Неожиданный вопрос. Сейчас у меня в голове это крутится-крутится, фамилия крутится-крутится, потому что я не знаю ответа. Ну, очень хорошо. Интрига. И где это ставилось? Это ставилось? Да, ставилось. Даже люди знают, в отличие от нас, кто это. Ещё большие рок-н-роллчики, видимо, чем я. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, да. Андрей, да. Ну вот, наконец-то, Андрей Жигалин. Как же без вас? Ну что ж, кто же написал пьесу под названием «Рок-н-ролл»? Конечно. Конечно. Он знал. Он знал. Он на легче даже вчера. Правда, нет, вчера я не упоминала эту пьесу. Но дело в том, что... Поскольку не я её переводила, она не была упомянута. Андрей, это такой человек, который просто всё знает. Ну, отлично. Не можем этого слушателя исключить. Он всегда правильно отвечает. Ну, это так прекрасно, когда человек всё знает. Один раз он ошибся, один раз он ошибся, всего один раз. Андрей, ну всё прекрасно, что... У нас книжки и выставки. На тайну волшебной страны. На тайну волшебной страны 6 января в 14. И выбирают всегда правильные призы, понимаете? Ноль. Самое лучшее. Мы ценим таких слушателей и зрителей. Спасибо, Андрей. Не кладите трубку. Мы поздравляем с наступающим вас тоже. Так, Юля, ещё вопрос? Вопрос у меня такой. Действие... Ну, я немножко расскажу. То есть у нас всё равно уже всё скоро всем станет известно. Мы уже рассказывали уже. Хотя мы читали ещё и сказку, у нас проект «Сказки для Мартина». Мы собирали родителей, детей и читали им ещё вот до того, как сказка стала пьесой, вот эту историю. Фойе, да? Да, фойе, совершенно верно. И вопрос у меня такой. В Вилькотрудании, где происходит действие нашей истории, министры запретили всё. И в том числе запретили некоторые науки или учебные предметы. И вопрос у меня такой. Запретили они географию, биологию или физику первым делом? И о чём упоминается вот прямо, что вот это... То есть первое, что запретили, да? Вот самое такое, географию, биологию или физику. Я надеюсь, это не придёт на ум нынешнем главе Минобра Ольги Васильевой. И запретить вот так вот себя. Географию, биологию и физику. Ну, чтобы политики запретили, в первую очередь... Я уже даже догадываюсь, наверное, что... Слушайте, ну, я, честно говоря, в школе всё любил и географию, и физику, и биологию. Как-то удавалось всё осваивать. У нас уже есть желающие ответить на этот вопрос, между прочим. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да, это Светлана, да? Ну, давайте я наугад скажу физику. Нет. У вас есть ещё один вариант, ответ. Вторая попытка у вас. Да, вот у вас два осталось. Ну, биологию тогда. То есть, нет, и тогда остаётся один ответ. Да, вопрос снимается. Так, давай, Светлана, как? Это наша постоянная слушательница Светлана, да? Да. Не ошибаемся. Так, всё. Алло. Алло. Светлана. Да-да. Да-да-да, просто напоминаем ваше имя. Увы, не получилось. Две попытки... А, ну, ладно-ладно. Да. И вот тот, кто сейчас дозвонится, 211-101... Тот, кто просто сейчас позвонит и вспомнит, о чём речь, да, тот получит наш следующий приз. Так, напоминаем, не русский, не иностранный язык, не физкультура, не черчение, не изобразительное искусство. И даже не математика. Не математика. Даже не математика, да. Ну, вот уже есть желающий. Кто это? Добрый день. Счастливый. Вот этот счастливчик. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Ну, так что ж запретили в этой стране первым делом? География. География, получается. Он вспомнил, вспомнил. Всё правильно, ответ правильный. Самая политическая наука. Ну, в общем, да. Я тоже подумал о том, что первое, что я запретил, это географию. Да. Да. Так, занавес. Только нашей страной. Ну, есть же даже множество фильмов, где просто нет географии. Да, в общем, да. Что выбираете вы? Что хотите получить? Я подключился две минуты назад. Напомните, что осталось. А вы любитель выставок или любитель больше книг всё-таки? Выставки, скажите. Выставки. Так, Николай, давайте повторим, что называется. Выставка Пирелли в музее, в нашем художественном музее. На три персоны. Это фотография. Да, Анатолия Белика. Это работа из текстиля. На две персоны. Пригласительная в главное здание художественного музея на выставку. Большая картина. Прекрасная. Офигительная просто экспозиция. Там, на самом деле, гениальное, огромное полотно на двоих. И в галерею прогресса на выставку Татьяны Дедовой, Хлынов, Вятка, Киров. Большая картина. Большая картина. Одобряем вашу. Одобряем вашу. Одобряем, да. Не кладить трубочку, вам объяснят, как получить пригласительные билеты. Николай, следующий вопрос. А я успею? Да, конечно. Нормально. Ну тогда фрагмент музыки, пожалуйста, еще один. Ну вот, вот. Еще одна песенка, которая принесла создателям мультфильма «Оскар». Да, вот именно за лучшую песню. Исполняет у Элтон Джон, как вы, наверное, уже поняли. Вопрос такой. Как называется этот мультфильм? Это мультфильм про животных. Главного героя, я даже скажу, как там зовут. Зовут его Симба. Симба? Симба, да. Я вам скажу, что папу у него зовут Муфаса, а маму Сараби. И все эти слова на языке Суахили что-то значат. Мне больше всего понравились их переводы. А вот уже человек, который просто узнал этот мультфильм. Кстати, мультфильм самый паукасовый за всю историю фильмов, мультфильмов. Про животных. Про животных. Про животных. Все, я вспомню. Давайте узнаем у нашего слушателя или слушателя, вспомнил ли он или она. Алло. Добрый день. Добрый. Это Олег, видимо, дозвонился. Это Олег. Да. Я думаю, это Король Лев. Совершенно верно. Вы угадали. Это, конечно, Король Лев. Лайн Кинг, да? Да, Лайн Кинг. Да. Ну что, мы не будем тянуть время. Какой приз из того, что у нас осталось? Книжку, если можно. Книжка у нас аж три осталось. Три. Прабабушку? Прабабушку велела кланяться и передать, что просит прощения. Есть Виктор Савиных, Салют 7. И есть Мая Кучерская. Ты была совсем другой. Вот это последняя. Последняя, да? Последняя? Один из городских историй. Красивая очень книжка с голубем на обложке. Ты была совсем другой. Да. Фраза из Майка Науменко. Да. Они там, когда я знал. Ну что, буквально несколько секунд, Ольга Александровна, Юлия, приглашайте жителей нашего города на эту постановку. Слушайте, я открыла интернет и посмотрела, что каждый-каждый день идёт тайна волшебной страны до Нового года. До 7 января. До 7 января. А потом сразу после Нового года. Так что у вас есть очень большой выбор. Вы можете взять билеты. И мне кажется, что там будет прекрасное чудо на сцене. Я прямо в это очень верю. Вы сегодня это сами увидите впервые, так что тоже вам желаю приятного просмотра. Я, конечно, подтверждаю. Более того, мне кажется, это прекрасное. Вот каникулы, да? 7 дней отдыха. И это такой шанс провести время со своей семьёй, со своими детьми, всем вместе пойти в театр. И вот мы вчера очень важную фразу, я... Ну то есть мы это всегда знаем, но когда это звучит ещё раз и звучит в такой приятной атмосфере, вот в Герценге вчера, что театр — это ведь не только то, что происходит на сцене. Это то, что происходит в зрительном зале. Когда зал дышит, когда зал чувствует, когда зал в одном каком-то настроении, ощущении находится, это тоже очень важно. И вот взять ребёнка за руку, посмотреть с ним сказку, это, мне кажется, бесценно. Спасибо вам большое. Удачи. Приезжайте ещё к нам. Я с удовольствием. Я с удовольствием. Тем более я в этот раз и успела в музей. Куда бы я ни попала, в любой город, я пытаюсь попасть в музей. Но здесь у нас такая плотная... И сейчас вы ещё сказали про эту большую... Большая картина. В Вятском художественном музее. Я прям ужасно расстроилась, что я не успеваю. Ну не кроме. Приезжайте ещё. Приезжайте. Обязательно будем ждать. Спасибо большое. На этом завершается программа «Культпоход». Через 20 минут слушайте программу «Сделанная в Вятке». Она сегодня будет выходить в повторе. И тема – это история улицы Карла Маркса. Очень интересная программа была. Можно сегодня ещё раз послушать. Всего доброго. До свидания. Культпоход.